Начнем с положительных моментов, которые в нашем городе происходят. Это у нас доход нашего бюджета по 3 месяцам перевыполнен на 17%. Это событие, которое радует, потому что самое главное достижение, которое может похвастаться местная власть, это то, что бюджет пополняется и перевыполняется. Это даст нам возможность по итогам полугодия переспределить соответствующие дополнительные средства, в том числе на дороги, в том числе на кровли и так далее. Свой приоритет я не меняю. Я раньше высказывался, приоритеты перед собой, которые я ставлю в городе, это дороги. Потому что все сделать невозможно. Сделать все кровли, сделать все там работы, связанные с благоустройством города, это невозможно все это сделать. Поэтому есть приоритет, на который я основные усилия направляю, это прежде всего дороги. В этом году, я уже говорил, на дороге выделено 2 миллиона на ямочный ремонт. По области есть планы отремонтировать Хмельницкого и Подъездную. Но опять же, это деньги области, когда они реализуют свои планы, они нам об этом скажут. По поводу улицы Заводской наблюдали укладку второго слоя. Что произошло с Заводской улицей? Когда делали улицу Заводскую, они заехали на улицу, которая не заводская, то есть район автовокзала. В связи с этим сместилось несколько площадь, которую они должны были отремонтировать. В этом году они свои обязательства выполнили, доасфальтировали то, что они сделали в прошлом году. Второй слой положили, первый слой был выравнивающий по Заводской. Таким образом, улицу Заводскую полностью закончили. Это деньги областного бюджета. За деньги нашего бюджета запланирован ямочный ремонт, ведутся переговоры с подрядчиками. Планы следующие. Дать возможность одновременно работать минимум трем подрядчикам. В городе это позволит, то, что называется сетевое планирование работ, это позволит одновременно выполнять ремонты на нескольких улицах. Потому что силы одного подрядчика не хватит сделать все, что мы хотим. А мы хотим освоить до июня, хотим 2 миллиона эти освоить. Чтобы вы понимали, в прошлом году 1,8 миллиона еле освоили в октябре месяце, заканчивали освоение. Октябрь месяц нас не устраивает, потому что результаты освоения в октябре месяце видны возле магазина Славутич. Асфальто-бетонная смесь, которая приводится с заводом в октябре месяце, она имеет низкую температуру. В связи с этим, естественно, качество такого ремонта будет низким. Поэтому мы постараемся сделать весь ремонт до теплой погоды, которая будет, я так понимаю, самое позднее, это сентябрь месяц. В связи с этим надо сделать все, чтобы чем быстрее осваивать эти деньги, тем будет лучше качество. Температура сейчас на улице неплохая для ремонтных работ, поэтому сейчас ведутся переговоры с тремя подрядчиками, чтобы одновременно они выполняли работы по ямочному ремонту в городе Желтые годы. По итогам полугодия планируется еще выделить деньги на ямочный ремонт, я так предполагаю, примерно в таком же объеме, примерно 2 миллиона. Ну и могу сказать сегодня, наконец-то один из государственных банков повернул свое лицо к органам местного соуправления. Есть предложение от этого банка прокредитовать орган местного соуправления, то бишь Желтоводский городской совет. Приоритет, который я ставлю, два. Это прежде всего деньги кредитные на, опять же, ремонт дорог и деньги под лизинг, приобрести дорожную технику для города Желтой воды, дополнительную технику. Такие переговоры сейчас ведутся, я думаю, к маю месяца уже будет известно. Естественно, этот вопрос будет выноситься на сессию, депутаты примут или не примут это предложение. Тем не менее, такие планы есть, потому что ремонт надо делать летом, как правило, а зимой мы можем отдавать деньги, тем более, если проценты не будут большие, то мы сможем эти деньги отдать с учетом того, что бюджет наш наполняется, перевыполняется и поэтому деньги будут. Одновременно вытянуть такие суммы на ремонт у нас нет, но планируется где-то до 5 миллионов еще дополнительно на ремонт дорог в городе Желтой воды получить от банка в кредит. Есть будет просьба также к предпринимателям города, хотелось бы все-таки с учетом того, что я хочу в этом городе как можно максимально отремонтировать дорог в городе Желтой воды, просьба предпринимателей, директоров предприятий помочь в этом нам. Ну вот есть договоренность с предприятием Гарант Метис, они берут на себя обязательство в этом году до 300 тысяч выделить на ремонт улицы Гагарина. До 300 тысяч. Остальные предприниматели тоже. Посмотрите, если ваши магазины, ваши офисы выходят на улицы, на которых их яма, там 2-3 ямы. Вот у меня есть договоренность с директором фирмы Добробут. Возле Т-образного перекрестка Бульвар Свободы и Кропоткина, возле Добробута, там где у нас Комфи, там есть несколько, примерно 5-6 ям. Ну вот договорились, они в ближайшее время эти ямы заасфальтируют сами, потому что понимают, ну действительно, мы просто город не успевает за всем ухватиться, понимаете. Поэтому, если есть у кого добрая воля, желание, пожалуйста, либо самостоятельно это делайте, либо есть у нас фонд благотворительный, обращайтесь в этот фонд, как мы сделали в 2016 году, перечислили 100 с лишним тысяч за эти деньги, причем целевой платеж, прямо в платежке указывается благотворительный взнос на ремонт дорог в городе Желтой Воды. Хотите указать дорогу какую конкретно или улицу, укажите конкретно какую улицу, какое участие конкретно, хотите возле вашего магазина, без проблем. То есть, либо сами делайте, либо перечисляйте деньги на фонд, и фонд эти деньги целевым образом потратит именно на ремонт именно этой улицы. Еще один вопрос, который хотелось озвучить, это по объединению громад. У нас была эпопея с людьми, которые так хотели объединиться с Марьяновкой очень сильно. В чем была причина основная? Основная причина была в том, что люди, которые проиграли на выборах, а некоторые просто, ну скажем, за них проголосовало столько, видно, в членной семье, там 500 человек проголосовало, они решили, что будет, если у нас объединение громад, то в соответствии с действующим законом, это позволит провести внеочередные выборы и позволит им, опять же, поучаствовать в выборах, и возможно, и возможно реализовать те планы, те идеи, те чаяния, которые они у себя там в душе лелеяли. Ну, вообще-то, мое мнение такое, я себя реально оценю, поэтому я считаю, что вообще-то городским главой должен быть человек, по крайней мере, до пенсионного возраста, это однозначно. Я уже по себе понимаю, что уже не так соображаешь, уже в компьютере не так понимаешь, уже мозги не те, уже там такие резкие движения какие-то, реализационные, уже мы в таком возрасте уже не делаем. Люди, которые уже за 60, за 70, ну в этом возрасте уже, знаете, хочется покоя, хочется тишины, жизнь, она так коротка, тем более средний возраст мужчин у нас в Украине, где-то 65 лет всего лишь, сколько этой жизни осталось. Поэтому я считаю, что на выборы должны идти молодые люди, ну очень молодые тоже есть проблема молодых, они, как правило, хотят мало работать, много получать, и лучше всего вчера получать очень много, поэтому, ну это где-то за 30, наверное, 40, до 50 максимум, это люди, которые должны идти на выборы, это мое личное мнение. По поводу выборов, которые не состоятся, ну я тут говорил людям, что выборов не будет, ни очередных выборов не будет. Почему? Потому что депутаты по просьбе ассоциации органов местного совправления городов Украины, таких городов, как Нерпетров, кстати, таких городов, как Киев, они тоже лоббировали вопрос, связанный с тем, чтобы при присоединении к городам республиканского назначения, областного подчинения, к этим городам, если присоединяются села, выборов, чтобы не было. Ну смысл, если, допустим, город Днепропетровск, там миллион населения, присоединяется населенный пункт с населением даже тысячу человек, перевыборы, бюджет, это вообще нормально для бюджета, с точки зрения экономики даже. Смысл, зачем? Город Желтой Воды, примерно 46 тысяч, присоединяется Марьяновка, 600 человек. Перевыборы смысл? То есть для чего? Для того, чтобы кто-то реализовал свои несостоявшиеся возможности? Ну поэтому в этой связи был принят закон, в апреле, 3 апреля был принят закон, 6.4, 6.6. Мы к нашим народным депутатам тоже обращались, чтобы они помогли принять этого закона. Они тоже это услышали, естественно, это правильно. Чтобы это не было ограничивающим фактором для объединения громад. Мы уж не возражаем. Ну кто не знает, это был за объединение по той причине, что в данном случае объединенные громады получат субвенцию на развитие инфраструктуры. Если мы объединяемся с Марьяновкой, то действительно на нашу территориальную громаду сумма по расчету, она там по формуле рассчитывается, будет составлять не менее 20 миллионов в течение 5 лет, по 20 миллионов, 23-24 миллиона каждый год в течение 5 лет. Действительно. Только же теперь по поводу этой субвенции. У нас некоторые работники государственных учреждений понимают эту субвенцию, как будто бы эта сумма зайдет на зарплату, в том числе медиков. Это ошибка. Эта сумма, субвенция, будет потрачена целевым образом на развитие инфраструктуры. Это дороги, это освещение, это ремонт кровель, это утепление зданий, термомодернизация и так далее. Но не на зарплату. Эта сумма на зарплату не идет. Оснащение, оборудование возможно, да, но в основном инфраструктура. Я считаю, что эту сумму надо потратить. Это ремонт наших государственных учреждений, зданий коммунальных и на дороги, на ремонт этих зданий и на дороги. Это основное, куда можем потратить. Потому что когда жители просят отремонтировать их кровли, я все понимаю. Ну, кто меня умным назовет, если у нас кровли общежития, которые у нас, это наши, наши здания, нашего органа местного управления по Кропотке на 14, если там кровли текут. Кто ж меня умным назовет, если я их не отремонтирую, а отремонтирую в вашем доме многоквартирном, на квартиры, что у вас же приватизированы. А там течет, это мое здание, это наше здание, городское. Это наше городское здание. Ну, кто мне скажет? Владимир Владимирович, а как вы ремонтировали там в доме, где 90 квартир приватизировано, а общежития ваши текут до первого этажа с девятого? Ну, кто меня назовет? Никто не назовет. А дороги, по которым машина у нас колеса оставляет? Владимир Владимирович, а что ямы там, а кто ямы будут делать? Поэтому, прежде всего, затраты местного бюджета и субвенции, они будут расходоваться на интересы нашей громады в целом, на инфраструктуру нашего города. Много вопросов у нас жители задают по поводу кровель. Еще раз повторяюсь, выполнить все ремонты капитальной кровель, которая в Желтой воде требуется, это больше 120 кровель, это нереально вообще. Поэтому, надо отдать должное нашему правительству, которое повернулось лицом, прежде всего, к ОСББ, и сделало программу по термомодернизации. Программа термомодернизации, которая предусматривает, в том числе, до финансирования, компенсации части затрат, которые понесут ОСББ, беря кредиты в банки, 60% на материалы, 40% на материалы, это существенная поддержка. По этой программе, в том числе, термомодернизация предусматривает не только утепление стен, но и кровель. Один из ОСББ уже такой договор подписал. У нас в городе Желтой воде есть три государственных банка. Это Учатбанк, Укргазбанк и Приватбанк, который также стал государственным. Вот эти три банка включены в эту государственную программу, и в эти банки можно обращаться к получению соответствия кредита. Однозначно это выгодно, потому что термомодернизация дает экономии по теплу примерно 40% до 50% экономии по теплу. Раз будет экономиться тепло, естественно, у вас будут деньги отдавать эти кредиты. Без залога, без залога. То есть эти кредиты, не надо ничего закладывать, ни дом, ни квартиры, ничего не надо закладывать. Это гарантии государства в основном. В настоящее время мы будем рассматривать вопрос внесения в программу или написания новой программы для стимулирования ОСББ, компенсации части процента по кредиту. Мы это тоже запланировали, но опять же это не завтра, не послезавтра. Мы ждем, какую активность проявит ОСББ. Вот у нас ОСББ проявили, в городе активность, мы сделали программу стимулирования ОСББ, по этой программе 8 крови или ОСББ в прошлом году сделано за деньги нашего бюджета. То же самое и по программе термомодернизации. Будет активность проявить у нас ОСББ, мы сделаем программу компенсации части ставок по кредиту за счет бюджета. Есть у нас вопросы, связанные с объектами, которые в городе брошены. Сколько я раз уже обращался к предпринимателям, к умным депутатам, которые не хотят кому-то деньги выделять землю. Люди добрые, да пожалуйста, берите сколько хотите в городе земли, берите брошенное здание, пожалуйста. Берите сколько вы сможете содержать, сколько вы сможете оплатить. А то как у нас со спутником получилось. Какие-то там были игры непонятные с этим спутником. Выиграл человек, потом этот человек встрял в такую историю, что я вынужден был через сессию его обязывать, через депутатов голосования, обязывать его решетки ставить, там целая история. Эта проблема не решалась, я не знаю, с 2000, это был конкурс в 2009 году, вот сколько уже, почти 10 лет вопрос на месте. Еще раз говорю, кто хочет, пожалуйста, берите спутник. Нет, вот я несколько месяцев занимался этой проблемой. Но я эту проблему решу, я эту проблему решу. Буквально там 3-4 дня эту проблему я решу уже, наконец-то, по спутнику. А все сидят в кустах, только, знаете, погоняют или покритиковать. Хотите еще раз, решайте проблему. Здание электронное вам не нравится административно большое? Пожалуйста, я сведу с собственником, в испытании. Вот люди приехали, хотят в городе Желтой Воды открыть завод, еще один завод, без вредных выбросов. Обращаюсь к одному там, у нашему, который скупил в те времена все тут здания. А вот дешево, ну и сиди тогда с дешево. Но мы нашли этому человеку здание. Там будет 200 наших работающих женщин работать на этом заводе. 200 человек работающих. Еще раз говорю, если вы не хотите решать проблему, ну тогда лучше сидите и молчите. Если хотите, пожалуйста, предложайте. Пожалуйста. Потому что лучше всего сидеть, как я говорю, к микрофону, где покритиковать, то очередь вообще что-то, не видно даже конца этой очереди. Микрофону что-то предложить сделать, человека 4. Вот тут сделать реально вообще никого нет. По спутнику, еще раз говорю, но никто не захотел заниматься. Те, кто там дети собирается, то еще кто-то собирается. То полиция гоняется за детьми, то дети за полицией гоняются. Там черт что было. Ну никто не хотел. Ну всеми не надо этим вопросом было заниматься. Ну я занялся вопросом. Решили мы проблему. Через три дня вы узнаете, как мы решили эту проблему со спутником. В том, что предприятие, которое у нас монопольно занимается в городе обслуживанием, пока монопольно, жилого фонда, есть проблемы. Арестованы счета, арестована техника. В 2016 году я просил, пожалуйста, давайте выведем с под удара технику. Давайте выведем с под удара ваши счета. Создадим новое предприятие. Технику передадим. Ну не послушались. На сегодняшний день есть определенные проблемы с этим предприятием. Люди жалуются о том, что Владимир Владимирович, что нам делать, вы нас бросите, а куда нас. Люди добрые. Я ж, знаете, как я всегда говорю, я ж не месели черный плащ, летящий на крыльях ночи. Полетел туда, полетел туда, полетел к спутнику, полетел к собакам, полетел к траве, полетел на крышу. Ну это смешно. Есть руководители предприятий. Руководители предприятий, чтобы вы понимали, получают следующие зарплаты. Ноябрь, декабрь. Директор одного предприятия. Ноябрь 40 тысяч с начислениями, декабрь 44 тысячи с начислениями. Другое предприятие. Ноябрь 40 тысяч с начислениями, декабрь 33 тысячи с начислениями. Директор предприятия следующего. 26 тысяч ноябрь, 27 тысяч декабрь. Вот Чистомисто меньше всех получает. Лучше всех работает предприятие Чистомисто, меньше всех получает директор. С начислениями 15 тысяч. Практически столько же, сколько миски и голова с начислениями. 15 тысяч. Так это предприятие за прошлый год, за прошлый год предприятие Чистомисто сработало 139 тысяч прибыли. При том, что работает на нем 19 человек. Все остальные предприятия похватываются не то, что не могут прибылью. У кого называется самый меньший убыток хотя бы? Назови. Все остальные предприятия сработали убыточно. Убыточно. Единственное предприятие, которое сработало прибыль. Зарплата директора. Он вообще мне вопроса не задает. Знаете, как директор этого предприятия зарабатывает деньги. На сегодняшний день предприятие Чистомисто от населения получает примерно 2 миллиона 900. 2 миллиона 900 за год. За год. Зарабатывает самостоятельно 542 тысячи. Самостоятельно зарабатывает 542 тысячи. Это седьмую часть зарабатывает самостоятельно предприятие. Как зарабатывает? Звонит мне зимой и говорит, а можно я почищу вот эту улицу? А зачем? А я же заработать хочу. А где ваша техника? А в подряде? Вот там. А где? А вот там. У меня все заняты. Все работают. Вот так зарабатываются деньги. А не сидеть на месте и ждать, пока тебе кто-то чего-то даст. Так как я вот зарплаты предприятий директоров называю для того, чтобы люди поняли, что когда такие зарплаты получают директора коммунальных предприятий, то они должны и ответственность свою тоже на этом уровне обеспечить. И обязательства свои выполнять перед коллективом в том числе. Если ты такие деньги получаешь, ну так ты хочешь что-то, а не так сидеть ждать. Ты хочешь получать большую зарплату и потом еще выносить мост, дайте нам с бюджета деньги. Так не бывает. Вы предприятие, когда мы беседовали во Львове с людьми, в Луцке, они спрашивают, а что коммунальные предприятия могут быть, которые обслуживают город, убыточные? А как это может быть? Они не понимают, как это может быть. Так они же должны зарабатывать деньги. Там же директор посажен, получает оклад для того, чтобы самостоятельно вести деятельность. Они спрашивают, а они что еще с вами судятся? А где это вообще? Как это может быть? Как это можно судиться? А что они хотят вообще? Поэтому еще раз говорю, руководители, пожалуйста, вы ответственны за свой коллектив. Мало того, мои предложения были по сокращению админперсонала, по созданию нового предприятия, для того, чтобы уйти от прежних долгов. Есть такие варианты тоже. Были предложения перевести технику на управление ЖКХ. Хорошо, у нас БОБКЭТЭС мы сразу оформили на управление ЖКХ, поэтому никто их не арестовал. Поэтому, пожалуйста, руководители, принимайте решение. Если меня будут шантажировать по поводу, там, мы не будем это делать, я найду, как этот вопрос решить. Мы решили вопрос с внешним освещением. Да, пока качали, качели, тут понятно были. С лифтами у нас была проблема. Как только поменяли подрядчика по лифтам, то тоже лифты стали ломаться. Там такое творилось и так далее. Сейчас все более-менее устатковалось. То же самое с внешним освещением. Я не буду вам рассказывать, что там творилось с внешним освещением, когда поменялся подрядчик. Свет почему-то пропадал, лампы почему-то стали пропадать. То есть там были проблемы. Там, тем не менее, на сегодня, я думаю, вопрос мы решили. То же самое по другим вопросам. По благоустройству. Если будет проблема с благоустройством, прибиранием территории, мы найдем тех, кто будет убирать территорию. И которые будут зарабатывать за это деньги. У нас по асфальту проблема была в прошлые годы. В чем проблема? Не было подрядчиков, которые ремонтировали бы асфальт. У нас был один монополист. И вот он нарезал ямы, я помню, в 2014-2015 год. Нарезали ямы в мае или когда-то. Эти ямы стоят. Месяцами нарезаны. Сегодня такого не будет и нет уже. Максимум несколько дней все. А почему? А подрядчиков несколько. Конкуренция будет живая, естественно. И будет подрядчиков несколько. Также жилой фонд, чтобы вы понимали. Сегодня уже ОСББ подбирается к отметке 100 ОСББ в городе Желтой Воды. Подбирается к отметке 100. Начинали мы с двух ОСББ в 2015 году. Сегодня к отметке 100.